Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии, которое вы сейчас слышали, небольшое чтение из 11 главы Евангелия от Матфея, которое обычно читается на всеночной во время празднования памяти тех, которые Церковь называет преподобными, то есть истинными, истинными служителями, истинными учениками, истинными последователями Господа Иисуса Христа. Вообще слово преподобный, оно по-русски звучит, вернее, так сказать, по-церковно-славянски не совсем так, как оно означает, вот действительно, какой смысл укладывается. Преподобный нам так, ну, по-русски, кажется, преподобный, значит, очень, очень похоже. Вот на самом деле за этим стоит слово истинный, подлинный. Греческое слово осиус. И мы видим, что оно и почему относится вот к празднованию памяти тех, которых мы называем истинными служителями, преподобными, монахов прославленных, святителей, вот преподобных старцев. Потому что действительно, вот то, о чем говорится в этом Евангелии, очень хорошо характеризует жизнь каждого из них. И преподобного Сергия, других монашеских, которых называем преподобными, и, конечно, вот преподобного отца Серафима Саровского, память которого мы сегодня с вами совершаем. Вот эти слова, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите игомы на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь говорит это о себе. Но мы видим, что действительно такие служители Бога, церкви, как преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский, они именно и были вот такими утешителями, которые давали людям утешение, поддержку. Вот это удивительное служение, когда к преподобному Серафиму немощному старцу собирались множество людей, и богатых, и бедных, и успешных, и несчастных, и все получали от него поддержку и утешение. Вот это удивительное отражение в людях, которые по-настоящему встретили Господа, встретили Иисуса Христа, сердце которых наполнилось вот этой неземной радостью, вот этим качеством, которое мы называем святость, которое, очевидно, неземного происхождения. Оно превышает обычные человеческие силы даже самых хороших людей. Когда человек наполнен этим, и он становится именно вот этой поддержкой и утешением для всех, кто к нему приходит. Ну, вы знаете о преподобной Серафиме, что он родом был из Курска, из такой богато состоятельной семьи. Вот это чудесное сохранение его жизни, когда он, будучи еще мальчиком, упал с лицов храма, который строил его отец на его пожертвования. И остался совершенно невредим и жив и здоров. Ясно было, что это мальчик, который очень нужен Богу, и жизнь его будет очень важной и нужной. Он по благословению матери пошел именно в Киев, чтобы там получить из Киево-Печерского лавра благословения на свое желание принять монашество. Получил от некоего старца Досифея это благословение идти именно в Саровскую обитель и целиком послушался. Хотя это было далеко от его Курской земли, малоизвестное монастырь, ничем особенно не выдающийся, но вот такое было ему откровение, и он его послушал. И действительно, вся жизнь его протекала в этом монастыре. И он был с самого начала отличался необычайным усердием к храму, к богослужению. Когда он был еще и алтарниками, и диаконом, всегда отличался необычайной веселостью, радостью. Всегда, так сказать, людей старался развеселить, как-то поддержать. Потом удивительная жизнь его, когда он становится иеромонахом. В семь лет он был иеродиаконом, то есть монахом-диаконом. Когда он становится монахом-священником, то вскоре он отдаляется неподалеку от монастыря, в лес, и там живет в полном одиночестве 15 лет. Там было и нападение разбойников на него, которые полагали, что к нему приходят люди оставлять много денег. Чудом он остался жив, хотя оказался после этого побоев от этих злодеев все время был согнутый. И вскоре выяснилось, что это были крестьяне одной ближайшей деревни, их хотели жестоко наказать, но преподобный Серафим вступился и сказал, что если их как-то накажут, то он уйдет из этого монастыря, вообще из этих мест. Но вскоре они пострадали каких-то естественных причин. Потом еще 15 лет он провел в затворе уже в самой Саровской обители. И все это было не бегство от мира, ни в коем случае, не разочарование миром, а напротив это было стяжание духовных даров, с тем, чтобы потом нести их людям. И последние лет 5 или 7 в его жизни Караскелью было открыто для всех. Надо сказать, что это доставляло большое беспокойство всем монастырю, и они очень, так сказать, сетывали, что приходят люди всякие, бедные, добро приходили богатые, которые жертвовали на мастырь все, а то одни неудобства от этого Серафима. Но действительно он этим и прославился. После смерти своей еще больше стало совершаться всевозможных чудес, исцелений, так что почитание народное предваряло его прославление. Его прославили через 70 лет после его кончины, именно уже не идя навстречу этому всенародному почитанию. И мы действительно видим, что вот это было прославление удивительно. Один замечательный человек, в последствии ставший митрополитом, Леонид Чичигов, военный участник русско-турецкой войны 70-х годов XIX века, который после такой, казалось бы, прекрасной военной карьеры принимает решение стать священником. Совершенно необычно для аристократического происхождения человека, становится священником, а потом, когда вскоре умирает его жена, принимает именно имя Серафима, хотя еще не прославленного, святого. И потом, именно благодаря его усердию, его трудам, он посещает царовский обитель. И одна монахинь, которая знала преподобные Серафимы, помнила еще молодой, вот она неожиданно говорит ему, что вот ты прославишь, ты придешь к царю и скажешь ему о прославлении старца Серафима. В самом деле ситуация была такой, что, несмотря на многие, так сказать, прошвения, прославления, Синод так-то вяло реагировал на это. И только когда вот архимандрит Серафим Чичигов, он и имя Серафим взял именно в память, а старца Серафима, стал поднимать все материалы, которые способствуют прославлению, и случилось так, что действительно он случайно как-то оказался рядом с государем Николаем Александровичем, Николаем Первым, и ему ходатайство за это прославление. Государь об этом ничего не знал, и тут он, так сказать, вмешался в решение Синода, и по его настоянию, имени Николая Первого настоянию, Синод принял решение о прославлении. Так что это было такое удивительное свидетельство такой духовности, набожности нашего императора последнего. И вот это прославление состоялось как раз именно вот в этот день. Сам император приехал туда, все члены царской семьи, они несли и вот носилки с гроба преподобной Серафима, и исполнилось его пророчество при жизни, за 70 лет до этого сказано, что увидишь, как среди лета запоют Пасху. И в самом деле это лето, конец июля, когда при прославлении совершали пасхальное богослужение. Так что вот это была как бы такая последняя попытка Господа обратить страну нашу к вере, к церкви. Ну, не удалось. Но зато это был подарок всей России, такого замечательного старца. Мы прославили, и мы все имеем возможность обращаться к нему, узнавать его жизни, а главное принимать для своей жизни, что самая суть христианской жизни – это именно спокойное, радостное перенесение трудностей, упование на Господа. И тогда действительно то, что сказано в сегодняшнем Евангелии – придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, то есть иго служения, иго любви к ближним, иго помощи. И вы увидите, что вы найдете покой душам вашим. Здесь, как подтверждается, слова сказаны задолго до этого святым IV века, блаженным Августином, «Ты создал нас для себя, и мельцет все сердце наше, пока не найдет покой в тебе, в жизни, в которой мы следуем за Христом». Аминь. Аминь. Ижиотворяющим Твоим Духом ныне пресным. Аминь. 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 Аминь.